Джон Рос Джон Рос, ресивер из университета Вашингтона. Закончив Джордан Хай Скул, где он играл как на позиции принимающего, так и в роли корнирбека, Рос попал в Хаскис, четырехзвездным рекрутом и 49-м школьником штата Калифорния. В колледже, так же как и в школе, он поначалу играл на двух позициях, а с учетом возвратов, то и на трех. В сезоне 2014-го он, оставаясь бэкапом, выходил на поле в 13 из 14 матчей, надорвав в конце года боковые связки правого колена. А на весенних тренировках он порвал кресты и на левом, пропустив 2015-й год. Весь свой талант Рос продемонстрировал лишь в выпускном сезоне, выдав 1150 ярдов на приеме с 17 тачдаунами и 411 ярдов на возврате с одним тачдауном, став вторым ресивером нации по количеству попаданий в эндзоун с мячом в руках. За всю карьеру ресивер сделал только 112 приемов при 23 тачдаунах, каждый пятый комплит Роса равен 6 очкам. Игрок обладает классным ускорением, вынуждая корнирбэков мгновенно принимать решение, а феноменальная вертикальная скорость позволяет ему быть невероятно опасным на глубоких маршрутах. 4,22 секунды. Именно такое время Рос показал на недавнем комбайне в забеге на 40 ярдов, побив на 2000-х казалось бы вечный рекорд, установленный в далеком 2008 году реннинбэком Крисом Джонсоном. Рос умеет применять дабл-мувы и фейки для ухода от защитников. С позиции слот-ресивера он великолепно продает корнир-маршрут, уходя на пост-раут. Габариты позволяют играть и снаружи по строению. Грамотно оценивает ситуацию на поле. Отлично скоординирован, что позволяет ему набирать большие ярды после ловли. Полезен в голлайн-ситуациях. А скорости хорошие руки, всего 6 дропов за карьеру, позволяют использовать ресивера на возвратах. Этому ресиверу не хватает мощи, чтобы хорошо играть против атлетичных корнеров, что и показал питч-боул против Алабамы. Ему сложно отвоевывать потерянную позицию. Не всегда совпадает по таймингу с квотербэком, упуская момент, когда нужно следить за мячом. Чтобы считаться полноценным трехуровневым ресивером, необходимо работать над короткими и средними маршрутами. Ситуация с травмами обоих коленей не должна пройти мимо фронт-офисов команд НФЛ. Кроме того, через несколько дней после скаутского комбайна Россу пришлось перенести операцию в связи с серьезным повреждением правого плеча. Ударный сезон 2016 позволил этому принимающему войти в первую сборную All-Pack 12. Тогда же он стал и игроком года в своей конференции. Небольшой рост, плохая история травм, при ловких руках и невероятной скорости. Вот дилемма, которую предстоит решить генеральным менеджерам. Как бы там ни было, на драфте 2017-го Росс точно уйдет по ходу первого раунда.